По поводу, вы знаете, ну, есть, конечно же, есть, никто не будет опровергать, что есть врачебное, есть медицинское лобби, да, есть медицинское лобби, которое даже если есть какое-то, допустим, уже найдено какое-то лекарство, которое кардинально решает какую-то проблему, допустим, как рак, я уверен, что у сопутствующего направления есть, там, не знаю, там, не знаю, тысячи и тысячи лекарств, которые как бы помогают. Конечно же, мечтаю, чтобы нашелся бы человек, который сказал бы, что все, найдено лекарство от рака, но вы понимаете, что тогда тысячи предприятий, которые выпускают таблетки или там, или какие-то штуки, или какие-то аппараты излучения и так далее, которые как бы сейчас вроде как помогают, вроде не как помогают, понимаете, они останутся на улице, они останутся без бизнеса. Поэтому, не знаю, я преклоняюсь перед человеком, не помню, как взвод, который изобрел аспирин, антибиотики, аспирин, по крайней мере, да, антибиотики, который просто отказался от своего брендирования и от прав на добычу. Вот такие люди, вот если вот найдутся люди, которые... Фоноцени, конечно же, не бывает. Я мечтаю, чтобы мы изобрели таблетку от рака, чтобы она была доступна абсолютно, вот в аптеке. Одну таблетку, и ты счастлив, и никто из твоих близких, никто не мучается от боли, никто не уходит раньше из жизни, ни почему, непонятно, почему это. Я мечтаю, чтобы изобрели таблетку, чтобы у нас вырастали новые красивые зубки, да, правильно? Я мечтаю, чтобы там таблетку, чтобы многие лысые вообще не плакали, мужчины дома, потому что не облысели, съели таблеточку. Я верю, что такие таблетки есть, но я знаю, что мне кажется, что есть все-таки лобби, которые заинтересованы в том, чтобы не разбить огромную машину бизнеса, чтобы все-таки мир, жизнь — это деньги. Поэтому вдруг что-то будет такой вот прорыв, как с антибиотиками, как с аспирином, да, может быть, рак, зубы, волосы, и просто чтобы... Одна таблетка, может, какая-то, чтобы люди не болели. Но это вряд ли это будет, потому что с нас будут выкачивать деньги за медикаменты, за лечение. Это, к сожалению, структура.